Привет, друзья! Я Григорий Герман. Вы-то этого не видите, а я-то вижу, у меня тут циферки написаны. И согласно этим циферкам, сегодня вы смотрите сороковой выпуск лучшей пропагандонской пятерки. Ах! А, все, да. Окей. И вот тут бы, почивая на лаврах и просмотрах, налить себе в кристально-чистый шампань-флюте холодного родереровского кристалла и насладиться моментом... Нет? Ну, такие деньги, если они появляются, лучше не на Бухича, а на ВСУ отправлять, а самим снова в бой. Тем более, что животные пропагандонские не спят, генерят контент, а значит и нам не стоит расслабляться. Отметим все юбилеи с копом после нашей победы, тем более, что она не так уже и далека. Если внимательно смотреть и слушать адептов российской пропаганды. Не, они в основном все так же розовощекие, радостно похрюкивающие, в отдельных моментах шизофренически угрожающие, но между строк все далеко не так оптимистично. А вот насколько не так, сейчас и разберемся. Сегодня деды и украденные победы. Русский корабль вот уже год идет куда надо. Шахназаров на системе, возрождение аналогов нетов. Испуганный морж в роли политолога-американиста. И Борис Тизенгаузен в роли самого себя. И все это в топе. Лучшая пропагандистская пятерка. Поехали. Тут в этом месяце такое событие произошло. Такое вот, которое российская пропаганда никак не могла пропустить. Опять. У них снова деды победили. И вот что интересно. Деды победили во всех странах-участницах антигитлеровской коалиции. А истерика и иступление наблюдается только в России. Притом, деды-то как раз тут ни при чем. Я знаю, у меня у самого прадедушка воевал. И он точно при прослушивании речи Плейшфюрера на Красной площади минут через пять посмотрел бы на меня сквозь блюдечки очки. И сказал бы, выключи эту гадость. Так что не в дедах дело, а во внуках. Внуки в России без всякого сомнения опоршинили. Со всеми этими палками, лентами и дедовыми мундирами, которые они на правах наследников пытаются на себя напялить. Мундиры, шитые на фронтовиков, не налазят на раскормленные телеса пропагандонов. Трещат, разлазятся по швам. Но те все равно суют свои морды в старые фуражки. При этом, чтобы оправдать происходящее, они вступают в неравный бой за дедовское наследие. Ситуация реально абсурдная, потому что никто этот дедовский питель и фуражку у них не отбирает. Но это не мешает пропагандонам вступить в бой. Дикарис на пятом месте нашего рейтинга. Когда Карина Жан-Пьера рассказывает о том, что именно Соединенные Штаты победили фашизм, она же это не сама придумала. Это не то, что она с утра проснулась, и вдруг ей в голову пришла эта удивительная историческая мысль. Невероятно. И тем не менее, это абсолютно невероятно. На секунду вы послушайте. Еще раз. Как вы тут шутили в рекламу. Шутить неловко на эту тему. Но спасибо их, деду, за нашу победу. Послушайте эту идиотку. Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы Соединенных Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте. Европейский континент сейчас сталкивается с новой агрессией. Соединенные Штаты сплотили мир в ответ на эту агрессию. И мы продолжим поддерживать народ Украины, поскольку он защищает свою независимость и демократию. Победа США над фашизмом. Американские политики вполне регулярно обращаются с наукой истории не просто как со служанкой негритянской, а хуже значительно. Более того, это опирается на вполне серьезный, как они говорят, научный фундамент. Потому что вся историческая наука в Америке последние много десятилетий ровно это и утверждает. Советский Союз выпиливался всегда из истории Второй мировой войны. Знаешь, вот этот вот кусок, он, как по мне, должен войти в учебники по расистской пропаганде. А как они работают с информацией? Они же действительно, тут же не обманешь, они действительно взяли сообщение Карин Жампьер. Но как они это сделали красиво? Ну, красиво в кавычках, конечно же. Да, ну то есть вот манипуляция информационная, это прекрасно. Но вот здесь я поясню нашим зрителям, что произошло. То есть понятное дело, что находясь в Соединенных Штатах, будучи гражданкой Соединенных Штатов, она говорит с позиции Соединенных Штатов, которые в том числе участвовали в войне. Да, это годовщина победы Соединенных Штатов и союзников. Мы бы сказали, это годовщина победы Украины, других стран, которые входили раньше в Советский Союз, союзников, ну и так далее, поколицы. То есть мы бы так сказали. Но они же сказали, перевернулись, она сказала, что ее дед победил, а наш нет. Ну то есть, конечно, у них этого не отнять. То есть они умеют манипулировать. Потому что, в принципе, это основной скилл, которым они пользуются последние лет, ну, наверное, 12-10. То есть манипуляция, усовершенствование своих приемов пропагандистских. Чем лучше ты умеешь делать то, что сделали вот сейчас российские пропагандисты, тем выше ты поднимаешься по пищевой цепочке российских пропагандистов. Поэтому напрямую умение манипулировать вот так информацией, а иногда и еще похлеще, зависит от того, что ты ешь, где ты отдыхаешься, в каком доме ты живешь. Ну вот так получается. И тут еще, знаешь, вот есть вещь, которой я не могу сказать, что завидую, но удивляюсь абсолютно искренне, как ребенок, каждый раз. Будучи там человеком, который работает в средствах массовой информации, я не представляю себе, как можно с таким каменным абсолютно лицом ставить цитату, которая не соответствует in general, да, то есть в основном тому, что ты говоришь, и при этом с каменным лицом продолжать утверждать все то же самое. Вот, да, там, американцы утверждают, что они победили в войне. Карин Джанпьер, победа Соединенных Штатов и союзников в войне. Вот видите, она сказала, что только Соединенные Штаты победили в войне. Хейспалма не хватит. Ну реально, можно лицо себе отбить хейспалмами. Я тебе так скажу, то есть вот все люди, которые не могут этого сделать, они в профессии в России не задерживаются. Но это не профессия журналистов, как ты абсолютно верно отметил. Это профессия исключительно пропагандистов. То есть как это случается? Ну мы же знаем, что, давай не будем секретничать, что до войны на определенных телеканалах в Украине тоже были какие-то там, значит, редакционные политики, про это говорим, про это не говорим. Мы видели, как на одних каналах там за одного манипулировали, на других за другого и так далее. То есть у нас тоже, у наших журналистов, у них эти скиллы были, когда нужно было переворачивать реальность. Но проблема в том, что журналистика независимая, это очень дорогое удовольствие. Очень дорогое. То есть независимую редакцию журналистов должен кто-то, точнее, они должны содержать себя так, и наши люди должны покупать контент в таких объемах, чтобы у них были достойные зарплаты на их расследование. Пока что у наших журналистов-расследователей деньги появляются только от международных грантовых организаций. Но так, как в России, до этого, конечно, у нас не доходило. Я надеюсь, никогда не дойдет. А что касается каменным лицом, ну вот пришел им темник. Сказать так и так. Или пришел им темник еще более такой показательный случай. Смонтированное видео, где красное знамя поднимается над Рейхстагом 9 мая. Прифотошопленное видео, вот это, и они пускают по всем каналам, говорят, смотрите, вот как там. Они все знают, что там даже, скорее всего, рабочий файл подпитан. Рейхстаг, фотошоп. Они запускают и говорят так и так. И точно так же все эти ведущие новостей. Это просто суфлерщики, которые стараются не задумываться, ну или давно уже атрофировали этот скилл себе, что они вообще там читают. Поэтому вот им суфлер, прочитал и все. Да вот тебе суфлер, вот тебе хорошая зарплата, а если будешь читать не по суфлеру, то познакомишься с нашими славными парнями, которые в подвале в белых халатах уже ждут тебя. Да с зубодробительными машинами и паяльниками для скрипных мест. Абсолютно точно. На четвертом месте нашего рейтинга песня о твердолобости, тупости и бессмысленности. Мне казалось, что с 24 февраля 2022 года, когда радиоэфир вокруг острова Змеиной украсила собой фраза Романа Грибова, любые ассоциации россиян своей страны с кораблем бессмысленны, пошлые и даже комичны. Ну потому что русский корабль идет на вечеринку к Харитону, Ульяне и Иосифу через него. Это весь мир знает и с радостью повторяет, но нет, все равно, тут или там, то у них Россия идет по бурному морю, и корабль этот ведет уверенной рукой слепой капитан, я уже от себя добавил, то мы тут все на одном корабле, и не раскачиваете, потому что крыс тошнит. Более того, 14 апреля реальный посланный корабль таки пошел. Но так как он русский, а значит, мягко говоря, недоделанный, пошел не туда, куда послали, а на дно Черного моря. Но и это не останавливает русских политолухов от сравнений России с кораблем. Ох, накличут и роды! Слава Богу! Мы все на одной лодке, то есть если будем тонуть, то и матрос, и адмирал все пойдут на дно. И если корабль терпит бедствие, то борьба за живучесть шлится всеми членами экипажа, в том числе, не важно, какие погоды он будет в том помещении, где находится, он тоже будет с этим бороться. То есть для меня это понимание, что наше общество сейчас вот именно в этой стадии, нам нужно бороться. Тоже еще один совершенно замечательный метод работы расистской пропаганды. Невинный и как слеза ребенка. Ну вот просто на голубом глазу, что называется. Когда... Да, ты знаешь, вот это как раз очень интересный комбинированный способ двух манипуляций. То есть, во-первых, это, значит, вот те самые 20 на 80 или 30 на 70, когда немножко правды, много лжи, и абсолютно необоснованный вывод делается после этого, когда ты там подводишь. И плюс еще вот эта вот безальтернативность. То есть я неоднократно замечал, что Россия прибегает вот к такому приему. Открывает какую-то помойку американскую, или же сами на доменах американских размещают якобы новостник, или покупают его с историей, или европейский какой-то, или же просто за деньги пресс-релиз, но есть такая опция у нас тоже есть. Любой человек может за деньги разместить там на всяких помоечных американских сайтах информацию. Дальше говорят, смотрите, на американском сайте размещена там, что там, Military Watch, Top Gun, Research, да, вот размещена информация. И все такие, ну да, кто там проверять будет? Что там, ссылка есть? По ссылке зайдете, классическая помойка. То есть со всех стран какие-то пресс-релизы, ну, есть такие у нас мировые площадки. Все, дальше делается вывод простой. Американцы не знают, как россияне сбивают. Но в глобальной войне, конечно, им еще будет сложнее, потому что все, космос будет чист. Мы молчим про МКС, которые уже сколько раз там аварии случались, а кто космонавтов забрать? Ну, вы чем там собрались? В космосе воевали. Посмотрите, чего Илон Маск в частной компании делает. И что весь ваш Роскосмос вместе взят. Поэтому, да, но россиянам это заходит, понимаешь? Непонятное американское издание, значит, это точно правда. И дальше вывод, раз тут сбиваю, значит, там дальше все собью. Классическая двухкодовочка такая манипулятивная. Да, это вот как раз о том, что доверять, когда российские пропагандоны начинают употреблять и ссылаться на какие-то западные издания, то необходимо проверять, как это, двухуровневая аутентификация. Сначала проверить, а действительно ли существует такое издание, и чем оно, в принципе, занимается. Потому что придумать или создать издание Global Power Watch Enterprise Research, нехуй делать, а 5 минут, а еще 10 минут его там зарегистрировать. А второе, это когда, ну, вы, да, слышали такое название, проверить, чем, собственно говоря, это издание занимается, не является ли оно желтой такой откровенно пульварной прессой, бульварной газетенкой, потому что такие случаи тоже были. Именно бульварные газетенки очень любят распространять либо хайповые, либо вообще тупо проплаченные материалы, на которые потом ссылается вся российская пропаганда. Знаешь еще, они еще такой один делают тупой, но очень эффективный способ у них есть. Они берут, скажем, на сайте, ну, вот есть там Daily Telegram, да, есть Metal известный, есть Build, делают домен Build.org, например, да, вот этот Build официальный, там, Build.com будет, допустим, ну, или там как-то, да, они делают какое-то там информагентство с таким же названием и говорят, там, британский Daily Telegraph сообщает. То есть они не говорят, что информагентство, вот то самое большое, они говорят, что задрипанный сайт с аналогичным названием сообщает. То есть они иногда и такие приемы применяют, и все такие, ох, ну раз как бы Daily Telegraph, раз Metro, там, не знаю, Вашингтон-Пост какой-нибудь, Вашингтон-Пост-Ру, да, какой-нибудь сообщает. То есть они иногда и такие чудеса творят. Да, это на самом деле, хотя вообще по большому счету, то, о чем мы с тобой только что поговорили, это предупреждение не только о опасности российских пропагандонных, да, но это еще и предупреждение об опасности непроверенных и поверхностного взгляда на источники информации. Не проверяя источники информации, невозможно доверять, да, и нельзя доверять тем или иным сообщениям. На третьем месте нашего топа лучшая пропагандистская пятерка Карен Шахназаров, который прогуливался по территории подведомственного ему Мосфильма, услышал дикие, какие-то истеричные крики из павильона, зашел проверить, а что тут сусно происходит, и попал на шоу Соловьева. Да и остался. Потому что в очках, при седине, за умного сойдет. Да и вообще на фоне остальных вурдалаков самого Рудольфыча выглядит Каренш импозант, чертовский импозант. Карен всегда переживает за систему. Ну, у него на Мосфильме-то систем много, там система охраны, бухгалтерская система, и все шалят, как и принято в России. Вон у Прилепина охлаждающая система автомобиля зашалила, и все, взорвалась, да. А на Мосфильме, собственно, шалит система пожаротушения все время. В павильоне, где снимают шоу Соловьева. Но не только. Поэтому Карен очень переживает за все системы, в том числе и государство. Там еще Карен жаловался, что не может обеспечить охрану Соловьеву во время съемок, потому что у него охранников только резиновые дубинки. Но я этот момент ставить не буду. Ну, потому что, ну, что, у Карена нет денег свое ЧВК создать, набрать и вооружить нормально, как у других пацанов. На России это сейчас обязательный атрибут нормального бизнесмена. Свое ЧВК. Или чиновника нормального. А у Карена дубинки. Ну, позорище. На третьем месте нашего шоу лучшая пропагандистская пятерка. Что это серьезный удар. И надо сказать, что последние вообще эти террористические акты, они вообще наносят очень... В общем, серьезный удар по нашей, как говорится, по системе, по нашей стране. Понятно, что главная задача, что атаки на Кремль, теперь вот этот террористический акт против Прилепина, это, конечно, такая информационная часть информационной войны. И надо сказать, что, в общем, достаточно успешный. К сожалению. Как же все-таки уже который месяц плющит от того, что народ российский не желает, как во времена Второй мировой войны народ советский, массово от 10 лет становиться к станкам и поднимать знамя Отечественной войны. Ух, как их плющит от этого всего. Их не просто плющит. То есть это же абсолютно очевидный тезис, который продвигается централизованно в пропаганде, что убивать будут всех или казнить, судить будут всех. И, по-моему, из топовых пропагандистов все уже сказали, этот тезис задвинули. И вот эксперты, которые бывают на этих ток-шоу, у них вообще, конечно, сравнения такие дурацкие. Я сразу вспомнил этого дурачка Оскара Кучеру, который, ну вот смотри, есть квартира, есть сосед, там что-то, кто-то к соседу, сосед кого-то там пугает. Ну, в общем, вот это дичь. Они когда не могут к фактажности вернуться, объяснить, они начинают корабль, лодка там, все будут, значит, тонуть. Нет. Давай вспомним завершение войны, разгром нацистской Германии. Что там рядовых немцев кто-то убивал или казнил их. Да, они чувствовали, у них было чувство вины, до сих пор у многих есть, собственно, наверное, этим и объясняется, там иногда излишняя любовь к представителям России. Но никто немцев не трогал, им дали развиваться нормально. Причем, когда вот это советское влияние было убрано, да, с одной части Германии, Германия пошла развиваться намного быстрее и эффективнее. Да. Поэтому никто россиян судить и убивать не будет, если они не причастны к преступлениям. Вот те, кто воевал, стрелял, убивал, да, пожалуйста, будете осуждены, если вина ваша будет доказана. Украина... Те, кто был в руководстве, да, те, кто был в руководстве, те, кто был возле руководства и своими действиями помогал в войне, те, кто был пропагандистами и работал на телевидении, радио, в прессе, вот они все, да. Да, но они пытаются как бы помазать кровью россиян, но россияне, если вы сейчас оружие в руки не возьмете, то нас всех, значит, уничтожат. А россияне не хотят. Да. И даже вот это не работает. Ты заметил, они уже там и так пытаются мобилизовать, и эдак, и всем нам крышкой и так далее. Они хотят. Вот просто не хотят. Унылое... Вот с каждым днем все более унылая картинка происходит. Я сейчас отойду, чуть наш шаг в сторону, но ты поймешь, почему. Парад вот этот. Да. Ну вот более унылого зрелища, наверное, это, наверное, самый позорный парад, просто пропитанный страхом. Там все стояли, в небо смотрели все время. Хлопнул, где там эти президенты начали крутиться. Лукашенко сбежал. Ну, в общем, авиацию отменили, авиационную часть, танк один. Ну, в общем, какая-то такая дичь позорная. Я уже молчу про парады в регионах. Поэтому и россияне это тоже видят. Даже если он не хочет эту реальность принимать, россияне, она все равно у него где-то там эти синапсы цмыкают, и где-то там эта реальность пробивается. Это очень интересно, да. По поводу парада можно говорить очень долго и очень разнообразно. Ну, да, любой, даже самый забитый в уст куздюйский российский патриот, он все равно не может не провести простую аналогию между парадом в прошлом году и парадом в этом году и спросить даже со своей уропатриотической в уст куздюйской колокольни, что, собственно говоря, случилось и что, собственно говоря, произошло. Из-за чего? А по поводу этого, да, по поводу ассоциаций, хоть ты сказал, что ты их не любишь, но если продолжать эту ассоциацию с кораблем, то, дорогие и уважаемые россияне, вы не на одном корабле. Ваш большой корабль, ржавый, да, но большой, и все еще на плаву корабль Российской Федерации, тянет в водоворот красивый, разукрашенный, позолоченный буксирчик, на котором сидят все ваши руководители. И вот этот буксирчик тонет. У него пробоина. Он утонет, вы даже практически и не заметите. Ну, заметьте, конечно, что что-то произошло. Но это им угрожает опасность, а не вашему кораблю. Так, ребята, все, кончились шуточки-прибауточки. Вот теперь-то вот начнется посерьезно. Мы не верили с вами, да? Оно вон как повернулось. Теперь точно Раисе в перде и до Лиссабона включительно. Потому что на Ростеве вернулась сага об аналоговнетах. Да, ребят. Пока намеками, пока нерешительно, пока вскользь, но процесс-то пошел. Нет, это еще не что-то такое типа И там БААААААМ! И все враги умрут, а мы будем пировать на их костях. Нет, все-таки серия нокаутирующих Аплиух по поводу прорыва, калибра, аллигатора и последняя по кинжалу даю это себе знать. Чувствительность морды лица еще не совсем вернулась. Но намеками уже да. Даже если ради этих намеков приходится находить какое-то там издание, проплачивать там редакторскую статью, безымянную, ссылаться на неведомых и неуловимых источников, то есть проделать кучу работы, потратить денег ради того, чтобы намекнуть, мол, у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем. И все это ровно до следующей оплеухи, когда ракета, запущенная Хаймарсом снова, заглянет в какую-то располагу на какой-то очередной праздничек. Вот такая она, невыносимая легкость бытия российского пропагандиста. На втором месте нашего рейтинга. США не понимают, как армия России подавляет ракеты Хаймарс на Украине. Об этом с тревогой сообщает Military Watch Magazine. По данным журнала, военные США в курсе, что российские системы ПВО все чаще сбивают снаряды РСЗО Хаймарс, поставленные в Киев. Однако для американцев остается непонятным, как именно армия России удается снижать эффективность этих систем. Издание пишет, что в глобальной войне Хаймарс станут еще намного уязвимее, так как будут сбиты все американские спутники, координирующие их пуски. Информационная война, в которой подрывают Прилепина и поджигают купол Сенатского дворца. Я думаю, что Прилепин бы не согласился, что это только информационная война. И Татарский тоже, наверное, бы не сильно с этим согласился. Но его никто не спрашивает. Да, но чисто так, да. Что касается взглядов, да, это серьезно, да, это... Я больше скажу, когда, например, персонаж такой, как Пригожин, называет Путина старым дедушкой-мудаком, а Гиркин ему говорит, заткнись, и это звучит вовсе услышанно. Это даже не информационная война. Это просто пауки в банке уже на низком старте. И Путин, я не представляю себе, чтобы раньше какой-нибудь, ну, бывший повар, я не знаю, Путина, или владелец какой-то там военной компании, до полномасштабного вторжения сказал Путину старый дедушка-мудак. И я думаю, что этот человек бы через буквально пару часов шагнул бы где-то с верхнего этажа, оставив записку. Записывая записку в этот момент, да. Да, да. Пока я летел бы, дописал ее уже там. Поэтому... А сейчас Путин выглядит жалко. Я вот опять к этому параду возвращаюсь. Жалко он выглядит не только на параде. Да там-то и не Путин, собственно, был. Там какой-то был один из золотой неадекватов, который вечно там радостный какой-то сильно. А Путин выглядит жалко везде. Путин выглядит жалко, когда просто там какие-то формальные встречи проводит, похихикивает там, ну, ничего-ничего. Он же не говорит, что все идет по плану. Он же говорит, что Запад, 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 колониальный, отвратительно ужасный, опять мы воедем и так далее. А самое интересное в том, что информационная война, вы сами ее направляете туда, куда нам нужно. Обсуждая, когда начнется контрнаступление. Обсуждая, а кто вообще дальше? Так правильно, действительно, а что дальше? Вот сейчас в основном идут у них шоу на тему, там, а как нам закрепиться, как отбить контрнаступление. Как, значит, не как там переломить ход войны, взять там какой-то микронаселенный пункт. А просто как удержаться, как не сдохнуть, вот так вот, и прочее. И если просмотреть в динамике вот эту информационную риторику их, то она все хуже, все печальней, все унылее становится. И я не вижу предпосылок, чтобы что-то поменялось вот в России. То есть они должны принять для себя, будет хуже, будет плохо, скоро придется объяснять, почему убежали. Да, причем вся агрессия, которая у них возникает, она тоже объясняется именно тем, что они понимают, что сейчас они переходят, они полностью теряют стратегическую инициативу не только на фронте. Они теряют и в информационной войне. Потому что все, что они сейчас делают, это они реагируют на смыслы, сформулированные другими странами. Они реагируют, они их трансформируют, они ими манипулируют. Но все равно это смыслы, которые сформулированы где-то, а не у них. Да, хотя в самом начале они реально владели практически полностью информационной повесткой. Да. В том числе влияли и на европейскую довольно существенно. Да. А сейчас действительно, когда ты в позиции того, кто находит оправдание, ищет оправдание, пытается их придумать и пытается отреагировать. Вот Украина контрнаступление, давайте обсудим, что же они там имели в виду. Все, это как бы позиция слабая, и из нее вылезти практически будет невозможно. Ну а золото нашего рейтинга, которое, как я напомню, вылета в форме золотого сливного бачка, уходит в комплект к унитазу. Нет, ребята, не стоит так линейно думать, нет. Это не простой унитаз. Это унитаз, принесенный на первое место лично Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым. Агентурный псевдоним «Грустный морж». А профессор неувше вот в чем-в чем, а в унитазах разбирается. Шутка ли? Политолог-американист, специалист по проникновению в кулуары Букингемского дворца, сами догадайтесь, через что. Так что если Дмитрий Геннадьевич утверждает, что все достижения России будут слиты в унитаз, значит, он знает, что говорит. Не в раковину, не в писсуар, заметьте, даже не в беде, а именно в унитаз. Верю. Единственное, что меня смущает, слово «если». Непростительная нерешительность, как для специалиста по военно-политическим вопросам. На не «если», Дмитрий Геннадьевич, а «когда». Если мы победим в зоне специальной военной операции на Украине, если мы там не победим, вот эти все перспективы, все достижения наших последних лет пойдут в унитаз. Просто их не будет. Интересно, да, вот перспективы и достижения последних лет. Все наши. Что перспективы? Да, что же имелось в виду? Да, действительно, Россия за счет, ну, скажем так, нефтегазовой экспансии, да и не только, экспансии на рынке ядерного топлива, ядерных разработок, атомных электростанций и так далее, и так далее, на рынке дешевых энергоресурсов она как бы существенно продвинулась. И некоторые страны плотно сели на эти иглы. Не будем сейчас на них пальцем показывать, на эти страны. Некоторые до сих пор продолжают сидеть и как бы вторить частично риторики Кремля. Ну, а другие достижения какие? Из России, как условный наследник советского правоприемника, что ли, Советского Союза, по идее, вот тогда было две сверхдержавы. Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, но потом Россия. То есть, по идее, Россия, имея все эти колоссальные ресурсы, которые ей достались, она могла дальше играть в сверхдержаву. Но за время правления Путина сменилась позиция. То есть, появилась вторая сверхдержава, но это не Россия, это Китай. То есть, какие достижения? В экономике что-то там серьезно сдвинулось? Россияне лучше жить стали? Ну, понятно, если мы с 90-ми сравним, то да, лучше. Но вот как раз это и ловушка, в которую Путин загонял россиян информационно. Смотрите, как вы жили ему в 90-х, и как вы сейчас живете. Ну, конечно, потому что это было на рубеже развала, фактически. А за безмало 20 лет правления Путина что-то изменилось в жизни россиян? Россия технологически в какой-то сфере прорыв сделала? Или еще какие-то достижения, может, есть? Поэтому про достижения им лучше помалкивать. Путин планомерно вел Россию ровно к такому финалу, что наступит время, когда ему придется большой войной, но он думал, что малой, прикрыть абсолютно бездарное свое правление в течение 20 лет. Ну, ничего, думать, сейчас войну устрою, кусок земли от папы, как в 2014 году. Все забудут. Но нет, не случилось. Поэтому великие достижения, их нет просто. Их просто нет. Если мы говорим про достижения, скажем, в спорте, в искусстве, там, не знаю, большой балет или еще что-то, это не достижение. Это вообще Путин к этому никакого отношения не имеет. Да и там, скажем, так не сильно-то много достижений. А вот действительно, если так прикинуть, да, то в каких сферах у них могли бы быть достижения, да, там, например, безумный какой-то экономический рост, да, который ведет за собой рост ВВП, который ведет за собой рост благосостояния граждан по всей России, а не только там в двух, трех, четырех центрах, а-ля Москва, Питер, Ебург, да, и что-то там еще, и Новосиб, да, или там Владивосток. А по всей России нету, ничего подобного не было. Все бабло, которое собиралось с нефтегазовой, все нефтегазовые сливки, они собирались в некий фонд национального благосостояния и в основном по карманам Путина и его верхушки. Да, и сейчас этот фонд национального благосостояния, они, опять же-таки, тратят на войну, а не на своих граждан. Военная сфера, в которой могли бы быть достижения, ну, тут, собственно говоря, даже комментировать нечего, уже год комментируем и видим. Что это еще? Что еще? Где еще достижения? Йотафон или какой-то рубук, или как он там назывался? Где достижения? Или, может, москвич, то есть китайского производства. Да, да. Российский автопром, оказывается, весь состоял из западных производств, а российского производства, ну, лада-калина, ну, вот, собственно говоря, и все. Так где достижения? Достижения, чтобы Россия, то, что Европа села на российскую газовую иглу плотно, надолго, так года хватило для того, чтобы это достижение тоже превратилось в пши. Да, поэтому, вот, сложно осознавать, наверное, некоторым россиянам, что достижений не было. Хотя при таком количестве денег, поблище, это, ну, то есть, грубо говоря, некоторые страны при гораздо меньших водных делали эти достижения. Я, там, про тот же Тайвань говорю, ладно, про азиатских тигров говорить не будем, но хотя бы возьмем автопром, да? Ну, вот, за все это время Россия, в принципе, ну, никак не продвинулась. Оказывается, в итоге все скрылось, что куча бабок, которые выделялись на российские дроны, на производство российских дронов, на российские автомобили, на Роскосмос. На российские самолеты, Борь. Тамолеты. Оказывается, все это было украдено. И оказывается, все это, на самом деле, не российское. Так вот, как бы, вот они, достижения. Поэтому, да, там и в унитаз-то спускать нечего. Ну, отвечаю на вопрос этого персонажа, который там сейчас обещал. А все, что было, даже эфемерное, да, ну, вот, как мы с Тадом, российская газовая игла для Европы, это все реально спущено в унитаз. Но было спущено это все в унитаз, одним решительным движением 24 февраля 2022 года. Вот именно тогда все, что можно было бы условно записать в российские какие-то достижения, было спущено торжественно в унитаз. Сейчас уже идет просто, знаешь, вороночка заканчивает кружиться в батер-клозете. Боже, пролетел юбилейный выпуск, как вот одна минута. А все потому, что кое-кто из района Останкинской иглы не дает нам скучать. И пока над Кремлем не поднимется роскошный султан белого дыма, который будет означать, что избран новый папа, а над Останкина такой же султан черного дыма, что будет означать, что кодло подожгли возмущенные россияне, удовольствие наблюдать их бессмысленные потуги натянуть сову на глобус, нам обеспечено. Даже когда ВСУ вынесет рашистское отродье за пределы Украины, согласно международно призванных границ, они продолжат, пока не появятся два столба. Вы помните. Вот тогда вот и отпразднуем. А пока до следующей недели и следующего топа Лучшая пропагандистская пятерка!